Здравствуйте мальчики и девочки! Сегодня мы на базаре. Сегодня я вам покажу базар и всю красоту вокруг. На меня не смотрите, я лысый сегодня, потому что я сегодня так подстригся. Вот что ты ржешь, а? Ну подстригся я, хотел чубчик подправить. Ну нормально я тебя подстригла, все сделала. Нет, взял жесть. Был чубчик не в порядке, я его подправил, в итоге вот пришлось. Ага, не той насадкой подправил. Что ослепо не увидел. Знаете, иду я по базару и понимаю, что я счастливый человек, мне же ничего отсюда не нужно, мне все есть. Все, роешься, да, роешься. Ну что, ты довольна базаром? Ну пока да, только начало, мы вот в 5.05, он только начался. Да, мы уже все грязные в поле тут пока все это, да, разложимся. А как вообще, вот у нас купили, да, уже парочку людей, как тебе? Хорошие. Ну вот ты, наверное, на Советском Союзе, в Советском Союзе на базарах не стояла, вот там. Нет, здесь и вежливая, и культурная, очень-очень классно все. Да, да, вот наше хозяйство на сегодня. Но у нас сегодня 2.4 на 2.4 метра. Это маленькая довольно газеба, вот она, это газеба. Грязненькая, но это не наша, потому что нам это дали на базаре. И мы сейчас находимся в центре города, это у нас Саусбанк, я вам покажу, что там внутри будет потом. Это у нас вечерний рынок, но мы здесь на три дня. Вот, как ты, три дня выдержишь тут? Да, выдержу, мы в прошлые выходные не такое выдержали. Да, это точно. Вот у нас тут инвалид тетенька, вот, тут рестораны вокруг, стройка какая-то. В общем, тут чего только нет. У нас, получается, здесь чипсы, которые можно есть так вот, как есть, короче говоря, открывать и есть. Они же кладутся в коктейли. Из него, вот я даже написал, что это лайк, специально для коктейлей, для алкашей, короче, с джином хорошо. Вот, чайнички для того, чтобы заваривать, но это так называемый саше, а это баночки джарс. И то же самое, фактически, здесь, ну, цена вы видите побольше, но здесь и влазит в два раза больше, чем в пакетик. У нас новый продукт, это чай турецкий с яблоком, да, там хитрая штука, но тут состав весь есть. Мы сделали новую маршмалу, это пастила, да, по-моему. Да, яблочная пастила, без всяких добавок, без ничего. Все, новый у нас детокс-чай, это вы увидите у нас на сайте, если будет интересно. Ну и куча чаев, вот, с описанием, красивая, как обычно. Вот, я даже рекламу себе сделал. И вот у нас сейчас 5 стар, это максимальный хелс-рейтинг, то есть максимальный рейтинг здоровья, потому что здесь не добавлено ничего, здесь все только натурально. Все, как ты думаешь, сразу кинуться к нам покупать, да, после такой рекламы? Да, 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 а мы пойдем сейчас погуляем, покажем народу, что здесь вокруг творится. Как я обещал, правда, я другую камеру сейчас взял. Вот, я пошел прямо с рынка, вот он рынок идет. Он длинный-длинный, давайте посмотрим на него. Вот, 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 и уходит туда, за пальмы далеко-далеко. Гляньте, какие деревья, да, красивые. Это вот центр Брисбена, облака красивые. Сейчас уже вечер, вечереет. Тут вот люди на пикнички раскладываются, вот еще с детьми. А эта вот аллейка, она длится, по-моему, 4 километра. Она красивая, это вот знаменитая именно этого района. Здесь куча птиц, не только вороны, сейчас у ворон перекличка, поэтому вы их больше слышите. Ну, и скутеры на прокат, понятное дело. Давайте посмотрим, внутрь этой аллейки зайдем, раз уж с вами пошли бродить. О, и вот она так вот длится-длится. Я только не представляю, бедные люди, которые здесь убирают. Потому что вот это растение, я не знаю, как называется, оно у нас и на Кипре росло. Оно жуткое количество имеет вот отсвевших, вот, вот, вот этих вот отсвевших. Это даже не листья, это не цветы. Полулистья, полуцветы, короче. Виды, да, красивые, правда? Вот Брисбен, он такой город, как бы сказать, он и домашний, и он уютный очень. И он очень красивый, при этом эта красота, она своя, она не отпугивающая. Знаете, она не строгая. Пойдемте дальше спустимся, есть интересные места здесь. Тоже обратите внимание, что нигде нет мусора. И даже вот эти листья убраны. Вот кто-то оставил. Но, скорее всего, это уберут, потом выбросят. Здесь свиней фактически нет вообще. И вот, смотрите, какая красота. Вот, я не знаю, я здесь бываю массу, вот, ну, неделю, наверное, пару раз. Вот на протяжении пяти лет я сюда хожу. И, честно говоря, меня радует это вот, вот всегда радует. Это пляж для самых маленьких. Это все бесплатно, естественно. Вот там пляж для самых больших и разных. И есть еще один пляж. Мы до него сейчас не дойдем пока. Может быть, я завтра схожу. Мы будем здесь еще три дня, я вам покажу. Вот правила вам. Здесь душ есть, здесь много чего есть. Туалет вон впереди. Естественно, опять-таки, все это бесплатно. Здесь чисто пешеходная зона, куда нельзя. На велосипедах или на скутерах. Хотя я иногда вижу здесь скутеры. Вот такое построено на наши с вами налоги. Может, не с вами, но на мои налоги, во всяком случае. Вот, смотрите, какая красота. Вот сюда эти налоги-то и идут. Солнце отражается от здания. Небоскребов здесь мало, но есть такие мелкие, скажем так. Это вам не Нью-Йорк. Здесь всего 2,5 миллиона жителей. В основном город растянут очень сильно на жилые такие вот, ну, одноэтажные, двухэтажные домики. Ну, это, в общем-то, везде. А это сити, Сибиди, то есть центр города. Возвращаюсь пока к своему делу. Народ, гляньте, до травки лежит, да? Красота! Вот вам центр города. Тут ресторанчики. В общем, пойду работать. Забыл же вам рассказать. У нас, значит, есть красное яблоко, есть зеленое яблоко, все сладкое, хорошее. Грейпфрукт. Оранж – это апельсин. Пайнапл – это ананас, я уже забываю. Ну, лимон, понятно, лимон. Лайм – это тоже понятно. А вот что такое веги-чипс? Это вегетарианские чипсы. А что там? Там батат, так называемый сладкий, картофель, цукини, морковка и специи. О, ну, для меня на самом деле это гадость. Вот я люблю из этого всего. Я люблю все, кроме лайма, потому что он кислый. Ну, это понятно, что-то водочку добавляет, джин. А воду, это вкусно. Ну, да, да, воду. А вот покажи, какая красивая, да, получается? Вот это мы вот эти вот форты добавляем. Да, я сама для себя использую. Да, и вода вкусная. Вот, но для меня вот это гадость. Ну, народ ест и хвалит. Пришла ночь, нам надо уходить. Как вы думаете, куда мы денем этот весь товар? Мы возьмем его с собой? Нет, мы его ставим здесь. Просто вот нам дали вместе с этой палаткой, это же у нас палатка не своя, дали вот такие стенки. Мы сейчас все это закроем, все четыре стенки и пойдем спокойно спать. Вот, и никто здесь грабить не будет. И, смотрите, весь базар делает точно так же. То есть здесь будет ходить какой-то охранник, ну, так это, прогуливаться. И все. Вот народ тоже собирается. Пожалуйста. Ну что, домой? Упаковались домой. Упаковали домой. Да, давай посмотрим, что тут происходит. О, что тут происходит. Красотища. Сидишь, пьешь кофе, да? Да. То есть людям продаешь чай, а сама пьешь кофе? Сама пью кофе. Хороший пример. Ну что, вот мы пришли, сейчас уже суббота, второй день нашей торговли, да? Вот ты раскупоривал, меня не было. Как тут? Все на месте? Да, все на месте. Ничего не украли, да? Нет. Вот дурдом, да? Коммунизм нахрен. Вот коммунизм. Ну вот, господа, я вам обещал там чуть-чуть дальше пройтись и рассказать. Я вам сейчас и то, и другое сделаю. Заметьте, да, вот насыпалось листвы целая куча. Вот с этих вот больших деревьев. Казалось бы, у всех нормальных людей сейчас осень и зима. Должен быть листопад. Вот оно. Но у нас-то сейчас лето фактически, у нас же все наоборот. А деревья вот чокнутые, они осыпаются. То есть я, у меня нет объяснения. Ну давайте теперь немного пройдемся в эту сторону. Вот тут палатки идут, идут. Они еще туда далеко, далеко идут. Наверное, на полкилометра. Люди все абсолютно расслабленные. Все очень доброжелательные. Все улыбчивые. Вот, посмотрите, обратите внимание на тени. Вот люди идут, да? Смотрите, тени у них. Видите, почти вертикально солнце стоит, потому что мы гораздо ближе к экватору, чем даже те же Сочи, чем тот же даже Едипет, мой любимый, который я всегда упоминаю. И вот мы сейчас на Саусбанк. Это центр города, как я уже говорил. Здесь вот кафешки, чего только нет. И мы приближаемся к еще одному бассейну, или так называемому пляжу Брисбена. Народ весь ходит, улыбается. Сейчас время обеда где-то 12 часов дня. Самая жара. А дело в том, что в Брисбене время немного сдвинуто. Мы не переходим на зимнее, на летнее время, в отличие от остальной Австралии. И здесь как бы время сдвинуто, то есть где-то в 11 часов здесь самая-самая жара. Это примерно соответствует как двум часам или часу дня в той же России, например, где самая жара начинается именно в час дня. Вот мы выходим уже к бассейну. Народу... Ну, несмотря на субботу, здесь народу не битком. Я просто вспоминаю в советские времена пляжи. В Сочи, допустим, где было все забито абсолютно. Вот гляньте, какие красавицы. Вот. А здесь нет. Здесь так можно еще спокойно сесть. Здесь не нужно бронировать ничего. Здесь можно просто прийти, вот расположиться и все. Где угодно. У нас сейчас 33 градуса жары. В принципе, нормально, как обычно. Вот. И я вам хотел сказать, ради чего вообще мы с женой стоим на базаре. Дело в том, что Австралия для меня сейчас это не источник получения дохода. Для меня больше важно вот работать в свое удовольствие. Это то, чего я не мог себе позволить все эти годы. В принципе, я не жалуюсь, да, было нормально. Но вот то, что сейчас происходит, мне нравится больше. Это шикарная страна. И вот, честно говоря, здесь померить от старости абсолютно не... как бы не обидно. То есть я нашел, слава богу, свою страну. Вот такое вот у нас веселье. Слышите, да, там визги детей. Может, вам что-то видно за мной. А ты как думаешь по поводу базара? Да, мы сидим тут, мы с трудом отрабатываем свои столы. Так. Ну, тебе тут нравится? Че тут вообще сидишь? Ну, мне нравится. Я, во-первых, как бы набираем клиентуру. Мы же всем визитки раздаем. Ну, ты понимаешь, вот скажи, ну, этот бизнес, ну, смехотворный по сравнению с тем, что у нас было и есть, так сказать. Ну, он приносит какое-то удовлетворение, не знаю, даже вот общение с людьми, что разные люди все интересные, подходят, что-то рассказывают. Ну, я вот пытался, да, пытался это объяснить, тоже рассказывал, что и английский язык интересный, потому что он разный во всех районах. И люди, заметь, какие разные, да? Люди очень разные. Вот в зависимости от местности. Вот здесь, например, клиенты идут, и с ними не принято особо здороваться, вот пока они сами не подойдут, да? Да. Потому что это город. Здесь все как бы заняты. Здесь все заняты, да. А более в таких деревенских рынках, там прям надо здороваться однозначно. Чуть ли не обниматься, да. И вообще вот интересно. Джин, вот все на джине повернуты покупают. Лайм, гриппфрут, да. Ну, вот смотри, ты раньше работала, и как тебе ощущение? Вот эта работа и та работа, которая была на Кипре. Ну, здесь гораздо комфортнее. Ну, там больше каторга была, да? Да. Высокооплачиваемая такая. Высокооплачиваемая, но каторга мы там и пахали, и очень было много грубых людей. Ну, мы работали с соотечественниками, мягко говоря. Не сказать как бы матом. Ну, вот, да, с ними были проблемы. А здесь такого нет. Здесь такого вообще нет. Здесь проблем вообще нет. Вообще нет, да. И здесь недовольных нет. Одна тетенька подошла, говорит, ой, что вы продаете? Ему говорит, чай. Чай, фу, я не пью чай. Пошла. Вот это вот максимум, что ты увидишь. И то это один человек. Один раз, да, было. Один раз. Да. За все это время. А там все недовольны всегда. А там каждый, прям каждый приходит и сразу высказывает свое фильм. Причем он еще даже не воспользовался нашими услугами. Да, да, да. А уже высказывает недовольствие. С порога уже начинает, да. Все, спасибо, что смотрите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok